Добрый день! Сегодня на обзоре трофи-модель от торговой марки RGT 86180 PRO. Правильнее, конечно, говорить RGT, но привычнее как-то все-таки RGT. Поставляется она вот в такой коробочке, а внутри мы получаем вот такой автомобиль. Давайте сначала пробежимся по комплектации, а потом уже о детальном ее рассмотрении. Сами понимаете, внутри мы получаем полностью собранную и готовую к запуску машину. Аппаратура управления, работающая на частоте 2,4 ГГц, достаточно небольшая, такая немного футуристичная, здесь сглажено. Колесико у нас пластиковое. Управление, само собой разумеется, пропорциональное, то есть, соответственно, как газом, так и поворотами. Под крышечкой находятся различные настройки. Здесь есть кнопка биндинга, то есть соединение пульта с машинкой, но в базе из коробки уже у нас все соединено. Есть реверс руля, реверс газа, триммер руля, триммер газа и двойные расходы, соответственно, руля. Кнопка включения и индикация в виде лампочек. Сбоку у нас имеется трехпозиционный переключатель третьего канала, честно говоря, за что он отвечает, пока не знаю. И есть еще четвертый канал, но о нем я чуть позже расскажу, потому что это как раз-таки фишка данной машинки. И последнее, это инструкция, очень подробная, полностью на английском языке, так как это модель, все артикулы, элементы, они у нас здесь подписаны. Очень подробно все расписано, показано, что за что отвечает. То есть, если мы не знаем, как работает аппаратура, за что отвечают те или иные кнопки, здесь все очень подробно расписано. Даже если вы не знаете английского языка, здесь все в схемах, в картинках, поэтому разобраться сможет каждый. Немного о габаритах. Длина машинки составляет 450 миллиметров, ширина 252 миллиметра, высота 220. Клиренс по центральной части составляет 65 миллиметров, клиренс до моста 48 миллиметров. Вес примерно 2,8 килограммов. Ну, давайте, пара слов про внешний вид. Смотрится автомобиль просто отлично. Это у нас трофейка, краулер, предназначен для преодоления каменистой поверхности, каких-то буераков. Достаточно здесь неплохие, у нас такие, смотрите, ходы подвески. То есть, достаточно прямо высоко все это поднимается, с одной, с другой стороны. Впереди такая имитация под двигатель. Кузов у нас крепится на клипсы, кузов у нас лексановый. Поставляется он, кстати говоря, в двух расцветках. Есть у нас красный и серебристый. Заказался ли именно в красном цвете, показался такой более яркий, более интересный. Лексан на ощупь достаточно тонкий, гнется эластичный. Ну, то есть, здесь с боков хорошо прям гнется, здесь прям пожестче, вот в этих местах. В целом, на самом деле, сделано хорошо. То есть, вот эти части, они достаточно жесткие. Думаю, даже если машинка будет где-то переворачиваться, падать, думаю, проживет он достаточно долго. Прежде чем переходить к детальному рассмотрению данной модели, давайте расскажу о двух особенностях. Первая особенность, то, что у нас имеется две сервомашинки, располагающие передней и задней части. Это значит, что у нас две поворотных оси. И, соответственно, вот эта кнопочка четвертого канала, располагающаяся вот здесь на ручке, у нас отвечает за подключение и отключение заднего моста. То есть, когда мы включаем автомобиль, у нас, как и у классической трофейки, поворачиваются только передние колеса. Но если у нас есть необходимость, например, повернуть в какой-то такой достаточно острый угол, мы единоразово нажимаем на эту кнопочку, у нас подключается задняя ось, и колеса у нас поворачивают в разные стороны. То есть, в принципе, угол поворота у нас очень сильно уменьшается. Давайте будем честны, здесь выворот очень хороший даже в базе. То есть, смотрите, как выворачиваются колеса. Но если есть такая необходимость, пожалуйста, включаем, они у нас поворачивают. Единоразово еще раз нажимаем на эту кнопочку, и задние колеса у нас начинают поворачиваться в ту же сторону, куда и поворачиваются передние колеса. Очень удобная ситуация, что мы, например, куда-то взбираемся, начинает машинка вот под таким углом нас съезжать. Мы, например, включаем заднюю ось, и машинка вот под таким углом начинает у нас взбираться до препятствия. Добралась, там уже подключили либо переднюю, либо заднюю, и, соответственно, уже куда-то выехали. Также единоразово мы нажимаем еще раз эту кнопочку, у нас отключается передняя ось, и включается только задняя ось, и мы поворачиваем только ей. Удобно это в том случае, например, что если мы едем по какому-то препятствию, достаточно узкому, и, например, задняя часть, она просто соскочила. И мы понимаем, что если мы начнем сейчас колесами передними там поворачивать, особо это не поможет нашей задней оси. Мы можем отключить переднюю ось, чтобы она ехала ровно по препятствию, а задние колеса немного вывернуть, и тем самым постараться как бы обратно взобраться на ту поверхность, где мы были, потом обратно выравниваем колеса, отключаем. У нас включается управление только передними, и мы продолжаем вот это движение. То есть вариативность управления здесь достаточно большая. То есть в ряде ситуаций мы можем самостоятельно выбирать, как нам лучше проехать. Только с передней осью, только с задней осью, либо, например, при сочетании в одну сторону, либо в разные стороны. То есть на самом деле это очень интересное решение для катания по каким-то преградам. То есть где-то мы понимаем, что нам нужно проехать через камень, можно подвернуть только заднюю ось, проехали и поднялись. То есть на самом деле это интересная фишечка, которая обладает данная модель. Вторая особенность, то что данная шасть у нас в базе идет уже практически полностью металлическая. Кроме того, что у нас мосты идут портальные, то есть у нас располагаются редуктора, соответственно, как в передней, так и задней части. Так они у нас сразу же полностью металлические. Тяги у нас полностью металлические. И привода сразу в базе металл, линки металлические. И обратим внимание, что вот эти, которые у нас располагаются в нижней части, они у нас здесь изогнуты. Тем самым обеспечивают максимальный клиренс не только в районе центральной части и вот этих мостов, но так, чтобы мосты это была самая нижняя точка. То есть очень часто бывает, что мосты достаточно низко, но тяги вот такого образа. То есть там где-то мост проскочил, она его падает на тяги и начинает по тягам скользить. Здесь же тяги прям изогнуты, тем самым как бы проще проходить ряд препятствий с выступающими элементами. По верхней части, то есть само шасси, каркас у нас идет полностью металлический, карбоновый, толщина 4,5 мм. Впереди металлический бампер вот с такими проушинами, не помню, как они называются. И в переднем бампере имеется отверстие для установки лебедки. В верхней части здесь также отверстие, то есть куда мы можем поставить дополнительно либо вот лебедку небольшого размера. Единственное, честно говоря, думаю, что в эти пазы она не очень хорошо встанет, потому что кузов, который накрывает, здесь остается достаточно мало места. То есть мы сюда захотим установить там стандартную там сервомашинку и, например, там лебедку как-то вниз расположить, или наоборот вверх, скорее всего, она будет здесь упираться. Но это надо пробовать уже по месту. Взади бампера как такового нет. Здесь вот такой выступ, ограничитель, задняя часть кузова, она наскошена. В принципе, нормально. Крепления кузова, кстати говоря, идут пластиковые. Вот эти боковишки, где у нас установлена электроника, тоже пластиковые. Площадка с раздаткой пластиковая. Внешний корпус раздатки тоже пластиковый. И еще обращу внимание, что вот здесь такие вот боковишки, они у нас тоже идут металлические. При том, что когда мы, опять же, устанавливаем кузов, здесь имеются пазы, но туда у нас вставляется, то есть защищая наш куз. То есть если мы где-то проезжаем через какое-то препятствие, и у нас он здесь шоркается, сам Александр не будет страдать. То есть он будет именно проходить вот по этой металлической части. Ну и плюсом при катании Александр не будет у нас гулять. Смотреться, это будет, опять же, получше. Внутренние шестерни, само собой разумеется, у нас полностью везде идут металлические. Как в мостах, соответственно, так и в раздатке. На мосты у нас принудительно заблокированы. Здесь нет отдельных там переключений. Коробка у нас односкоростная. Ну, в внутренней части, само собой разумеется, конечно же, везде стоят подшипники. Единственное, подшипники, которые я вижу в редукторе, то есть в портале, они у нас идут с металлической обоймой. Например, в той же RGT-86190 они шли прорезиненные. Здесь почему-то такие. Амортизаторы. Корпус металлический. Крышка, по-моему, пластиковая. Основание пластик. Пружиночки достаточно мягенькие. То есть, в принципе, ход неплохой. Имеется резьба на корпусе для преднатяга. А также в боковых частях здесь огромное количество отверстий. То есть, амортизаторы под свои нужды мы можем передвигать выше-ниже, вправо-влево. То есть, можно здесь, конечно, с вот этим поиграться. По колесам и дискам. Колесная база, кстати говоря, здесь у нас идет 313. Диски идут пластиковые. Вот это, кстати говоря, очень странно. Уж если бы стали все вот так в металл все добавлять, добавили сюда бы и в металл дисочки. На самой коробке указано, что можно добавить еще утяжелители на колеса. И можно, как тюнинг, поставить сюда алюминиевые диски. Странно, что сразу не поставили. Диски идут пластиковые и полностью приклеенные. Здесь имеется вот такая, не знаю, накладочка серебристая. Она прикручена на винтиках, но она абсолютно декоративная. Нужно открутить ее и снять. И вот здесь у нас тоже имеются такие винтики. Можно докупить отдельно крышечки. И, соответственно, закрыть, чтобы не было видно гаек. Но свой минус в том, что, чтобы снять колесо, там нужно будет откручивать по 6 винтов. Потом только гайку колеса и потом только снимать колесо. Поэтому, наверное, в базе их нет. Но при необходимости можно докупить отдельно и сюда установить. По самой резине внутри поролоновая вставка, собой разумеется. Фрактектор очень ярко выраженный. Смотрите, он боковой. То есть, скорее всего, машинка вот на такой резине будет просто отлично лазить по какой-то такой твердой поверхности. Очень хорошо по камням. Но вот, как показывает практика, вот такая резина, которая стоит у меня на 86190. И мне вот рассказывали, да и сам я пробовал катать ее в глине. В глине она едет реально плохо. То есть, она достаточно узкая и начинает просто закапываться. Будем честны, резина неплохая. Она относительно мягкая. Но бывает резина значительно мягче. Более такая приятная. Но, видимо, фишка как раз-таки у нее вот в том, чтобы иметь хороший боковой зацеп, где-то вот залазить, вкарабкиваться. Возможно, как вариант, вот на данную машинку я бы поставил алюминиевые дисочки и резину, может быть, чуть шире, вот с таким же ярко выраженным протектором и помягче. Тогда зацепчик будет поинтереснее. Центр тяжести еще будет ниже и зацеп прям хороший. Еще вот обращу внимание, что машинка тяжелая. И даже вот в таком положении, то есть, смотрите, до задней части бампера мы не достаем буквально чуть-чуть. То есть, это, ну, не 90 градусов, ну, градусов, не знаю, там, 87. Я отпускаю, и она у нас заваливается вперед. То есть, вес большой, то есть, автомобиль будет вообще не склонен к падению назад. Здесь, смотрите, я упираю в передний бампер, опять же, тут, не знаю, градусов 87, отпускаем, и машинка у нас падает назад. То есть, в принципе, модель не будет склонна ни к боковым завалам, ни к завалам, там, к переворотам, если мы съезжаем с какого-то большого препятствия. Так, давайте по электронике. Две сервомашинки по 15 килограмм каждый. Корпус, кстати говоря, тоже металлический. Шестереночки внутри металлические. Качалочка металлическая. Имеется влагозащита. Сервочки тоже подписаны, кстати, РГТ. Брендированные. По контуру видны прорезиненные уплотнители. И внутри платы она также покрыта лаком. Управляется все у нас регулятором оборотов на 60 ампер. Закрыт вот таким небольшим боксом. И кнопка включения у нас вынесена вниз. С другой стороны у нас находится бокс, где у нас спрятан 4-канальный приемник. И обращу внимание, что данный бокс, сам бокс, он вообще не герметичный. Потому что сбоку имеются вот такие вот отверстия большие. И вот такой вот провод, который из него выходит. То есть с боков там никак ничем не закрыт. И если мы пока катаем по луже, по грязи, туда все очень активно заливает. Потом все это засыхает. И вот один большим куском грязи там находится. Приемник там, как правило, перевернут, приклеен к верху. Залива быть не может. Плюс сам приемник у нас также покрыт лаком. Но, честно говоря, такое решение бокса очень так себе. Поэтому тут два варианта. Либо мы его снимаем герметем, закрываем. То есть все вот эти стыки просто прям промазываем. Либо второй вариант. Снимаем вот его и ставим сюда обычный нормальный бокс. И тем самым обеспечим дополнительную защиту нашей электроники в виде приемника. По двигателю. Двигатель коллекторный, щеточный на два цветков. То есть усредненный движочек. Смотрите, раздатки здесь как таковой нет. То понижение у нас идет за счет порталов, понижение за счет коробки. Но анонс не переключается на между первой и второй. И если мы говорим про данные виточки, то здесь скорость достаточно такая усредненная. То есть, в принципе, если мы нажмем газ, она у нас поедет достаточно активно. При малом нажатии будет плавность. Но, честно проговорю, плавность будет не супер идеальной. То есть, если мы хотим увеличение здесь плавности, по-хорошему, конечно, двигатель надо ставить по виткам побольше. Но, опять же, будем тестировать как есть. Думаю, хочу прям покатать, потестировать вот с таким решением. В дальнейшем есть планы поставить сюда что-то прям поинтереснее. Если бы здесь стояла, конечно, двускоростная коробка, в принципе, вот этот движочек было бы как усредненно нормально. То есть, и при необходимости вторую включили, нажали, она в какой-то преферация вскочила. Включили пониже, ну и, соответственно, она у нас медленно и поехала. При усредненном решении, как бы, и результаты будут усреднены. На это тоже обращаем внимание. Аккумулятор у нас будет располагаться в передней части. Он у нас вынесен вот сюда. И обратим внимание, что вот здесь имеется два выступа. Если мы используем, например, не стандартный аккумулятор по ширине, а, например, какой-то укороченный, то мы можем перекрутить здесь четыре винтика, поджать его, также здесь липучками. И, соответственно, он будет достаточно крепко здесь держаться. И, как вы уже понимаете, аккумуляторов в комплекте в данной машинке у нас нет. Вот здесь у нас нет ни аккумулятора, ни зарядного устройства. Регулятор оборотов у нас поддерживает как металлогидридный аккумулятор, что не рекомендую сюда приобретать, так и поддерживает у нас аккумуляторы на 2 и, соответственно, 3С. Тут уже зависимость, опять же, там, где мы эксплуатируем. Если мы хотим, например, чтобы машинка у нас достаточно быстро где-то ездила и уезжала в какие-то высокие препятствия в горке, конечно, устанавливать сюда 3С и, в принципе, скорости здесь будет более чем достаточно. Но понимаем, что при установке 3С аккумулятора мы будем страдать в плавности, потому что будет достаточно рисковато, машинка будет чуть сильнее дергаться при плавном нажатии. Поэтому, как правило, все-таки для трофеек рекомендуется 2С аккумулятора. Ну, как правило, это более оптимально. Но, опять же, ориентируемся на тот стиль катания, который используем непосредственно мы. Также еще хочу проговорить по поводу герметизации и наличия смазки в мостах и раздатке. И, как показывает практика, ее там прям по минимуму. На том же примере RGT86190, когда я вскрывал раздатку, вот на такой размер коробки там смазки было вот столько. В нескольких местах чуть-чуть капнули. По сути говоря, все шесть не работали по-сухому. И, как показывает практика, в принципе, если мы говорим о трофе моделях такого характера, практически никакая из этих моделей не отличается герметизацией сразу. И смазка, она зачастую там есть, но ее либо мало, либо ее мало. Если мы только приобрели машинку, безусловно, лучше, конечно, ее сначала протестируют. То есть проверить работоспособность электроники, чтобы там ничего не хрустело, не щелкало, все поворачивало. То есть машинка выполняла все свои функции. Но после этого обязательно провести полноценное ТО модели. То есть ее разобрать, смазать, обслужить. И только после этого уже провести полноценные тесты. На самом деле с данной машинкой мы сейчас поступим несколько иначе. Конечно, мы возьмем сейчас машинку из коробки. Пойдем ее покатаем, протестируем по разных препятствиях. Но мы не будем залезать в какие-то лужи, в грязь. То есть машинка будет тестироваться больше именно по препятствиям. Но после этого в ближайшее время я буду снимать отдельное видео, что разберу, покажу, что внутри. Есть там, нет смазки. При необходимости пройдем герметиком по контуру, по раздатке, по непосредственным мостам, по редукторам, то есть портальным. И только после этого мы уже будем тестировать машинку полноценно где-то в луже и в грязи. То есть до этого, конечно, я так делать не хожу. Не хочу, потому что вот опять же практика 86-190, где я этого не делал. Во-первых, у меня там умер двигатель, потому что передний мост настолько забился грязью, что по сути он вообще не проворачивался. То есть он как бы ехал о машинке, но с таким сопротивлением, что двигатель просто очень быстро перегрелся и, соответственно, вышел из строя. Ну и плюс мне еще и вот эта вся доработка на чистую машинку займет, наверное, в два раза меньше времени, чем когда это все делается на грязь. Потому что я вскрывал мосты и, наверное, минут по 20-30 просто их там зачищал, вычищал, вытирал. После этого все это смазывал и закрывал. То есть по времени я потратил, наверное, раза в три больше, нежели если бы я это сделал сразу. Ну и буквально самый последний комментарий, прежде чем мы пойдем тестировать данную модель. У нас четырехканальная аппаратура и четырехканальный приемник. Но использовано здесь всего три канала. Первый канал это повороты, второй канал это, соответственно, сдвижение, третий канал мы пропускаем, четвертый канал это переключение между сервами. И вот этот трехпозиционный третий канал у нас здесь, по сути говоря, не задействован. То есть производитель сразу же нам намекает, что данную машинку нужно дорабатывать и устанавливать сюда лебедку. То есть данная машинка в моем личном случае будет как раз-таки ориентирована на какие-то вот такие доработки для максимального улучшения. То есть копийности здесь будет по минимуму кусок, вообще ничего делать не будем, будет ломаться, будем прям тестировать по максимуму. Но сюда, сейчас, конечно, катаем, пробуем, тестируем там, не знаю, несколько выездов, но потом начинаем заморачиваться и устанавливать сюда лебедку. А лебедку, скорее всего, будем делать из сервы. И, соответственно, вот он как раз-таки трехпозиционный канал, который нам для этого и нужен. То есть есть нейтральное положение, в котором лебедка стоит просто в нейтрали. В одну сторону она крутит там на себя, например, закручивает лебедку, и в другую сторону она раскручивает лебедку. То есть сразу производитель нам как бы добавил сюда канал. То есть очень часто, когда мы приобретаем какую-то трофи-модель, там, например, она там идет трехканальная, двухканальная. Например, возьмем того же РГТшку, который у меня 86190. Там у нас есть шесть каналов. Там есть канал блокировки переднего моста, заднего моста, двускоростная коробка, серво, поворотная, газ. И есть шестой канал, который отвечает у нас за свет. Но, соответственно, если я поставлю туда лебедку, то мне нужно либо ставить лебедку, которая будет оправляться отдельным каналом, либо приобретать уже аппаратуру семиканальную. То есть, в принципе, туда лебедку я поставить в базе не могу. Хотя там также в бампере имеется отверстие для тросика. Есть место, куда эту лебедку можно установить. Ну, то есть придется что-то, либо отказаться, например, от света, да, и как бы вместо света установить туда лебедку. Либо менять уже как бы электронику, аппаратуру и приемник. Здесь же в базе все можно это поставить. В общем, пойдемте тестировать модель. Так, давайте начнем с теста выворота. Сделал такую рамочку вокруг колес. И сейчас поворачиваем просто на передних колесах. То есть поворачиваем максимально влево и стараемся медленно ехать. Давайте еще чуть-чуть. Вот такой у нас получается угол выворота. Давайте переставлю и попробуем в другую сторону. Аналогично теперь выкручиваем в другую сторону. И также сюда. Ну, плюс-минус. А теперь давайте посмотрим, какой будет выворот, когда мы поворачиваем сразу две оси. Во-первых, она вернулась в то же положение. То есть видите, что она не куда-то вперед уехала, как в прошлый раз. Я думаю, здесь наглядно видно, что угол выворота в два раза меньше, когда мы поворачиваем сразу двумя осями. В общем, пойдемте искать какие-нибудь локации. Давайте сначала такой достаточно отвесный спуск. Ну, не сильно даже отвесный. Давайте попробуем теперь здесь же забраться. Земля достаточно сегодня липкая. Прошел небольшой дождик. А давайте посмотрим еще, какая у нас будет скорость на 2С. Вот такая. Ну, будем честны, не великая скорость. Но в целом, наверное, достаточно. Небольшое препятствие. То есть заезжаем в препятствие не совсем ровно. То есть задние колеса у нас сейчас съезжают. Они сейчас не доезжают. Давайте попробуем. Задние колеса. Хотя нет. Надо немножко назад сдать. Вот так заедем немного сюда. А теперь давайте попробуем подрулить чисто задними колесами. Она немножко заехала. Видите, сейчас в одну сторону, чтобы задние у нас не съехали. Нет. Перемудрил, честно говоря. Конечно, можно было все проще это сделать. Хотел попробовать, так сказать, все. Ну-ка, слезешь сам. Так. Практически все слезли. Ну-ка. Ух ты. Давайте попробуем так вывернуть и газануть. Надеюсь, она у нас не слетит. Хо-хо-хо. Мы выбрались. Отлично. Честно говоря, немножко непривычно к такому управлению. Надо подъезжать как-то более правильно. Вот опять поторопился, потому что неправильно включил. Вот здесь как раз-таки вот ощущается, что вот я чуть-чуть стараюсь давить. Все равно немножко получается рисковато. Проезжаем. Вот видите, без всяких поворотов, просто спокойненько проезжаем. Небольшой выворот. Ну, то есть, вот смотрите, максимально медленно. В целом хорошо. То есть, когда она потронулась, плавность есть. Вопрос именно вот в моменте движения, начала движения. Металлический бампер. Все, в принципе, сносит. Зацеп отличный. Еще один спуск. И даже более вертикальный. Опять же, медленно. Если что, в конце попробуем газануть. Вообще без проблем. То есть, а фактически не газовал. То есть, сама спокойненько съехала. Давайте заберемся. Так, ну-ка, если вот так. Нет, вот так попробую. Давайте еще раз покажу, насколько это, ну, как бы легко. Но хотя земля рассыпчатая, при этом все это было на малых оборотах. То есть, вот смотрите. Вообще легко. Бонус еще того, что задние колеса у нас поворотные. В том, что когда мы начинаем въезжать в какое-то препятствие, можем поворачивать передними колесами. Они у нас как бы меняют дополнительный зацеп. А задние у нас стоят как бы ровно. А сейчас у нас и задние, видите, поворачивают. За счет чего тоже обеспечивают дополнительный зацепчик. Как тебе говорят, видите, бамперок хоть и выступает, но, в принципе, не сильно проблематичный. Так, вот здесь мы уже дном цепляемся. Давайте чуть-чуть вот так. Наверное, медленно не получится. Ну, давайте пора газануть. Вот чуть-чуть под углом вот здесь. Так, еще один каньончик. Смотрим, опять же, передний бампер. Завал. Там колесо у нас, в принципе, цепляется. Зарываемся, конечно. Давай, давай, давай. Деревца она немножко еще мешает. О, смотрите. Сейчас немножко вывесим его, наверное. Если получится. Нет, не получится вывесить. Попробуем поменять что-нибудь. Так, а если попробовать в одну сторону? О, смотрите, в одну сторону она просто спокойненько выехала из того места. Теперь переключаем вот так. И здесь она уже спокойно может развернуться. Ну, давайте отключим. Просто переднюю оставим. И спокойно. То есть, как я говорил, вариативность того, как можно поехать с двумя осями, конечно, гораздо больше. Здесь у нас имеется такой небольшой трек. Ребята здесь собираются, трофисты катают. Здесь даже соревнования так давно были. К сожалению, в меру отсутствия свободного времени и работы не удалось поучаствовать. Ну, хотя бы вот просто покатаем здесь. То есть, смотрите, пока передние колеса сейчас поворачиваются, постараюсь медленно заехать. Не хватает зацепа. Давайте немножко назад. И попробуем так же медленно, но уже с двумя поворотными осями в разные стороны. Посмотрим, какая будет разница. Нет. То есть, надо газовать уже. Неполный газ, конечно. Но минус, когда вот так вот две оси, она ее начинает сильнее люфтить. И сложнее поймать этот момент. Но она взобралась. Честно говоря, результатами автомобиля я просто доволен. Он очень, повторюсь, хочется в любом случае еще немножко подорабатывать с точки зрения установки сюда вот дисочков алюминиевых для утяжеления. Возможно, установка сюда более зацепистой, более мягкой резины. Ну и, соответственно, уже в перспективе 100% думаю, что сюда буду ставить другую электронику. Вот хочу сюда бесколлекторную сенсорную систему Fusion попробовать поставить. Но сначала опять же потестируем, покатаем. То есть, смотрите, давайте вот передние колеса только поворачивают. В принципе, она входит в поворот. Но, видите, машинка начинает заносить. То есть, придется сделать это в несколько движений. Либо давайте сдадим назад. И вот с двумя поворотными спокойненько проезжаем в одно движение. Конечно, на соревнованиях это было бы читерством. И на соревнованиях, я думаю, что я бы не пользовался задней осью только одной. Но вот так, когда сам катаешь. Ну класс. Так, давайте, наверное, отключим. Вот так у нас вывешивается заднее колесо. Но машинка, как видите, тяжеленькая. И все без проблем проходит. Здесь можно даже немножко ускориться. Вот ее здесь начинает сносить. И давайте сделаем вот так. Чтобы она у нас, видите, поворачивала в одну сторону. Аккуратненько. Так, не сносим, не сносим. В одно движение все. Так, ну вот здесь, честно говоря. О, давайте. Слушайте, поторопился. Давайте еще раз покажу, что хотел. Остановился, поэтому она упала. Вообще, хотел сделать вот так, что у нас, смотрите, перед заехал, как бы, а задняя часть, она немножко свешивается. То есть, ну сейчас, чисто заднюю ось включаем, если. Поворачиваем. То есть, перед у нас будет ехать просто прямо, а задняя часть будет заносить. Оп. Видите, она не упала. Ну там, то есть, надо было просто не останавливаться, она бы прошла. Так, посмотрите, вот здесь теперь делаем в одну сторону. То есть, снос идет. Чтоб не сносило. Пряменько. Так, что там вот так, задняя опять. Давайте попробуем еще одну фишечку. в одну сторону колеса. Оп. И встала. Так, последняя попыточка. Смотрите. Еще надо реально привыкать, что задняя, когда я с полеза поворачиваю, крутить в другую сторону. Вот эти боковишки, которые, железники, которые держат у нас кузов, они на самом деле постоянно слетают. Думаю, что их можно приклеить как-нибудь аккуратненько, чтобы не видно было и держаться бы нормально. Потому что все равно приходится периодически подходить и поправлять. Ну, то есть, видите, если медленно и аккуратненько, как бы все получается. Все очень медленно. И здесь намедленно реально получается. Так, вот здесь вот такой туннельчик, ребята, прорыли. Так, давайте повернем поудачнее. Немножко назад. Мне кажется, в этом туннельчике сейчас нам не хватает света. Было бы более эпично. Ну, а здесь просто пространство, и можно газануть. На скорости какой выворот. Шикарно. Ну, и пойдемте еще раз в туннель. Так, опять же, супер выворот. И все в одно движение. Без проблемненько. Так, раз, раз, аккуратно. И еще один очень-очень отвесный спуск. То есть, смотрите, при таких спусках машинка вообще не заваливается у нас вперед. Смотрите, поставили сюда 3С аккумулятора, и давайте посмотрим по скорости. Ну, динамика, конечно, ощущается. То есть, разница прям есть. Так, давайте небольшая еще проверочка на вот такой тоже локации. Попробуем именно помедленно проехать на отрез, и потом еще подъемчик. Попробуем. Так, ну, трогаться стало чуть более резко. В целом нормально. Давайте, здесь такой небольшой спуск и подъемчик. Так. Да, ощущается, что стало чуть-чуть вот прям порезче. То есть, нужно чуть более плавно нажимать на курок. Но в целом, смотрите, плавность имеется. То есть, на 3С тоже хорошо. Давайте попробуем подъемчик один. Вот здесь вот. Достаточно отвесный подъем. Посмотрим, заберется ли она самостоятельно. Ну, по таких средних оборотах. Так, ну, что-то ты прям слишком хорошо едешь, конечно. Ну, не получается. Ну, давайте попробуем так же вот. С двумя осями. С двумя осями на самом деле заехала без проблем. Ну, давайте, предположим, у нас не работает задняя ось, а только работает передняя. Вот спускаемся назад и просто попытаемся на скорости. Газуем. И поехали. В общем, надеюсь, видео было интересно. Машинка мне понравилась просто до безумия. Давайте вот то, что я недополучаю там от крузака, от ремки. То есть, именно вот проходимость, зацепы. Эта машинка полностью меня удовлетворяет. Надеюсь, вам видео понравилось так же, как и мне. Ну, и в принципе, все. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok